Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал У меня в садочке. Рекомендую нитрофоска. Комплексное минеральное удобрение, в состав которого входят самые необходимые для растений элементы. Это азот, фосфор, калий. Эти элементы, входящие в НПК-комплекс, основные для питания растений. Процентное содержание их в нитрофоске может быть разным. Стандартное обычно 16-16-16, в моей 14-15-14, то есть 14% азота, 15% фосфора и 14% калия. Данные элементы находятся в нитрофоске в виде солей. При попадании в грунт очень быстро усваиваются растениями. Нитрофоска относится к основным минеральным удобрениям, которые активно используются для выращивания самых различных растений. Очень удобна она в том плане, что помимо того, что ее можно использовать при весенней перекопке почвы для подготовки предпосевной, еще нитрофоску можно использовать и для жидких подкормок. В частности, я ее часто применяю, подкармливаю ею клубнику после плодоношения, чтобы кустики быстро восстановились и начали подготовку к будущему урожаю. Также подкармливаю помидоры, огурцы, цветы, кустарники, ягодные, деревья. Ну, можно сказать, что практически все. Для меня личная нитрофоска входит в список моих самых основных удобрений в садоводстве. Наряду с мочевиной, суперфосфатом, ну, пожалуй, еще калийную селитру тоже надо включить. С этими удобрениями должен быть на ты каждый, я считаю, садовод, уважающий себя хоть сколько-нибудь. На вид нитрофоска представляет из себя голубоватые или розово-голубые гранулы. Легко растворяется в воде. Для жидких подкормок пропорцию рекомендует 40-50 грамм где-то на 10 литров воды. Для подкормок в сухом виде по инструкции хочется еще один момент уточнить. Если на вашем участке и так очень сыро, то используйте нитрофоску внесением в сухом виде, заглубив в почву. Целесообразно нитрофоской пользоваться все-таки в первой половине лета, так как азот может спровоцировать бурный рост. А во второй половине лет растениям этого уже не надо. Использовать данное удобрение можно на любых почвах, но лучше всего она работает на кислых и нейтральных. В продаже еще встречается нитроаммофоска. В ней содержание азота, фосфора и калия побольше. Они легче усваиваются. И можно ее считать в принципе улучшенным вариантом нитрофоски. Но она немножечко подороже идет. Обычно если я выбираю между нитрофоской и нейтромофоской, я ориентируюсь по цене. Если нейтромофоска гораздо дороже нейтромофоски, то конечно я покупаю лучше нейтромофоску. Советую вам присмотреться к данному удобрению, если вы до сих пор его не используете. И опробовать. Вы сразу увидите, буквально сразу увидите результат применения данного удобрения. Ну а тем садоводам, у кого нет доступа к перегною, я считаю, что просто необходимо научиться пользоваться минеральными удобрениями. Иначе вы просто растения свои оставите без питания. Пока у меня все по данному удобрению. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать вам много интересного про сад огород. Пока.